Это просто невероятно! Уверен, многие со мной согласятся, что тебя охватывает великолепное чувство, когда на улице наконец-то становится тепло, ты можешь снять свои носки и туфли и походить по двору своего дома, чувствуя траву под ногами. Это свобода в чистом ее проявлении, которая возвращает нас в детство. Однако, как всегда, нужно быть внимательным и смотреть, куда наступаешь. Я сам несколько раз был ужален пчелами и осами, сидящими в траве, и в зависимости от того, где вы живете, змеи также могут представлять угрозу. Однако это видео касается не столько опасных животных, прячущихся в траве. Оно рассказывает про другой вид животных, который может поселиться на вашем дворе и вреде, который вы можете им причинить, если не будете проявлять бдительность. Возможно, вы когда-нибудь уже замечали странное коричневое пятно посреди своей лужайки. Часто люди связывают его появление с присутствием собаки или кошки в доме, однако истина может крыться в другом. Иногда незваные гости поселяются под землей. Именно такая история приключилась с одним домовладельцем из Онтарио, который заметил, что коричневое пятно начало двигаться. Обратившись к экспертам, был найден совершенно неожиданный ответ. Специалисты внимательно осмотрели коричневое пятно, которое было сухим и периодически шевелилось, и сразу поняли, что это такое. Затем они решили записать видео, чтобы больше людей узнало о том, что необходимо делать, если обнаружите что-то подобное в своем саду. Оказалось, что сухое пятно травы было фактически колыбелью для новорожденных крольчат. Под сухой травой пряталось несколько малышей. Оказывается, крольчихи часто прячут своих детенышей таким образом, чтобы обеспечить им надежную защиту от хищников. По мнению экспертов, самое лучшее, что вы можете сделать, если вдруг увидите коричневое пятно на лужайке, подобное этому, это отойти от него подальше и не тревожить малышей. Один-два раза в день крольчиха возвращается в гнездо, чтобы покормить крольчат. Они исчезнут с вашего двора, как только подрастут и начнут питаться самостоятельно. При этом важно не подпускать домашних животных к логову, так как любопытные собаки и кошки могут раскопать его. Пожалуйста, помогите нам распространить эту важную информацию, поделившись этим видео со своими друзьями. Надеемся, после этого больше людей начнут следить за тем, куда они ставят свои ноги. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.